Компания Nissan представила в один день патрул седьмого поколения, а также родственный внедорожник Armada третьего поколения. Автомобили получили радикально измененную внешность и роскошный салон, но за место атмосферного двигателя V8 появился турбомотор V6. При этом внедорожники сохранили раму с независимой подвеской всех колес. В этом видео я расскажу вам все детали и подробности о новом поколении легендарного внедорожника. Уже восемь лет Armada и патрул являются разновидностью одного внедорожника. Они выпускаются на одном конвейере Фукуоке и различаются лишь незначительными деталями. Также у модели есть старший брат Infiniti QX80, который был представлен полгода назад. Про него на канале есть отдельный выпуск, посмотреть его можно по подсказке в правом верхнем углу и в конце этого видео. Внешне между новинками нет ничего общего, кроме силуэта кузова. Патрул отличается всеми лицевыми панелями кузова, линией остекления, а вместо выдвижных ручек используется обычный. Итак, новое поколение внедорожника с индексом V63 сохранило формат предшественника с рамной конструкцией. При этом рама новая. Ее поперечная жесткость увеличена на 57%, а жесткость на скручивании выросла на 25%. Вместо гидроусилителя теперь стоит электроусилитель руля. Кроме того, в старших комплектациях появилась пневмоподвеска с адаптивными электроноуправляемыми амортизаторами, как на Infiniti. Со сменой поколения длина выросла на 18 мм, до 5324 мм. Зато в ширину патрул увеличился на 86 мм. Теперь ширина составляет 2116 мм. При этом колесная база не изменилась. Все те же 3076 мм, что и у прежней модели. В зависимости от комплектации предложены колеса диаметром от 18 до 22 дюймов. Дорожный просвет у новинки 244 мм против 231 мм у прежней модели. Отличительной особенностью в дизайне нового внедорожника стала внушительная радиаторная решетка, вертикальные блоки фар и задних фонарей, а также парящая крыша. Американская армата получила версию Pro 4X. Она отличается передним бампером с увеличенным углом въезда 33 градуса вместо 17,3 градуса, металлической защитой, электронно-управляемой блокировкой заднего дифференциала и внедорожными шинами. Полный привод и пневмоподвеска у версии Pro 4X стоит по умолчанию. В салоне появилось табло, объединяющее экраны приборки и мультимедийной системой по 12,3 дюйма к каждой. В топовых версиях экран медиасистемы составляет 14,3 дюйма. Под центральными дефлекторами обдува стоит кнопочный блок управления климатом и шайба для переключения внедорожных режимов, тогда как у Infiniti QX80 стоит сенсорная панель. Вместо привычного рычага коробки у патрола появился кнопочный пульт. Также новинка получила систему Biometering Cooling. В обшивке потолка встроен инфракрасный датчик, который определяет, когда пассажирам первого и второго рядов жарко. После этого электроника регулирует температуру и направляет прохладный воздух, без вмешательства водителя или пассажира. В списке оборудования также значатся панорамный люк в крыше, беспроводная зарядка, сидение с вентиляцией массажем, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения и удержания в полосе движения. В топовой версии есть аудиосистема Clipsch на 12 динамиков и большой экран медиа-системы на 14,3 дюйма. Патрол и Armada сохранили трехрядный салон на 7 или 8 мест. Третий ряд рассчитан на троих. Запас места для ног вырос на 14,5 см. На втором ряду может быть трехместный диван с трехсекционной спинкой или два раздельных кресла. Расстояние для ног на втором ряду увеличено на 10,5 см. Объем багажника за третьим рядом вырос почти на четверть, до 578 литров. Объем со сложенными задними сидениями увеличен на 49 литров и составляет 2750 литров. Новые патролы Armada лишились атмосферника V8 объемом 5,6 литра на 406 сил. Теперь под капотом установлен двигатель V6 объемом 3,5 литра с двумя турбонагнетателями и непосредственным впрыском, который выдает 425 л.с. 700 Нм крутящего момента. Также для патрола доступен 3,8-литровый атмосферник V6. Он развивает 316 л.с. и 386 Нм крутящего момента. В паре с обоими двигателями работает 9-ступенчатый автомат. В Америке Armada может иметь как задний, так и полный привод с муфтой подключения передней оси и понижающей передачей. В США новинка поступит к дилерам до конца 2024 года. На Ближнем Востоке уже принимают заказы. Базовый патрол с 3,8-литровым атмосферником, тканевым салоном и 18-дюймовыми колесами стоит 240 000 дирхамов. Это 65 000 долларов. Самый дорогой внедорожник в арабских странах стоит 400 000 дирхамов. Это примерно 109 000 долларов. Друзья, как вам новое поколение внедорожника? Или как вы считаете, патрол стал выглядеть лучше? Делитесь своим мнением в комментариях. Также хочу напомнить, что у нас есть новостной телеграм-канал, где каждый день выходят актуальные автомобильные новости. Подписывайтесь, чтобы не теряться и быть в курсе последних событий автоиндустрии.